4 июня состоялось очередное заседание Комитета по экономической политике и инновационному развитию и предпринимательству. В ходе заседания депутаты Госдумы представители профильных ведомств и ассоциаций обсудили ряд законопроектов. В частности, были рассмотрены и рекомендованы к принятию в первом чтении президентский законопроект о создании горной зоны на территории Республики Крым, правительственный законопроект, устраняющий пробелы несоответствия уровню громкости звукорекламы, уровню громкости теле- и радиопрограмм, законопроект, уточняющий правовую статус винодельческой продукции, а также законопроект, запрещающий продажу пива в ПЭТ-упаковке емкостью более 0,5 литра с 2016 года. По окончании обсуждения заместитель председателя Комитета Виктор Звагельский подвел некоторые итоги сегодняшнего заседания. Во-первых, мы говорим о президентском законопроекте, который легализует игорную зону в Крыму. Мы полностью поддерживаем эту идею и продвигали ее еще очень давно, тогда, когда Крым вошел в состав Российской Федерации. Абсолютно правильная идея, потому что дело не в самой игорной зоне, а в том, что сегодня в первую очередь надо развивать туристическую инфраструктуру Крыма и уже вплетать в нее игорную зону. Но основное, для чего это сделано, это, конечно, для того, чтобы превратить дотационный регион сегодня в регион-донор. А у Крыма, в отличие от большинства, кстати, регионов Российской Федерации, такие возможности есть. И хорошо развитый, хотя и пока еще в большей степени в теневом секторе, туристический бизнес, как раз это один из главных источников будущих доходов бюджета. И по сегодняшним даже самым кромным оценкам, при 100 миллиардах вложений, которые надо делать в поддержание бюджета Крыма, экспертные оценки говорят о том, что при правильном развитии туристической инфраструктуры и при абсолютно правильном развитии игорной зоны эта цифра может быть снижена на четверть. То есть 25 миллиардов, в принципе, может принести создание правильной игорной зоны и туристического комплекса вокруг нее. Но не всеми это было поддержано. То есть представители фракции Компартии считают, что это создаст излишнюю криминализацию региона. Ну, мне кажется, что люди не до конца в вообще теме этого вопроса, потому что все, что сегодня создается в мире на ниве игорных зон, это как раз в первую очередь современный развлекательный туристический комплекс и уже во вторую очередь как дополнение к ним игорная зона. И даже знаменитый Лас-Вегас, доход от казино в нем составляет только пятую часть от всей доходности туристической и гостинистерной инфраструктуры, при том, что Лас-Вегас абсолютно не является курортным местом. Но из этого можно делать выводы, что, конечно, создание игорной зоны при правильном решении региональных властей, а это их прерогатива, будет идти на пользу и туристическому бизнесу, и вообще наполняемости бюджета полуострова. Что касается вопросов, связанных с алкоголем, сегодня рассматривался вопрос о запрете под упаковки. Вопрос достаточно давно назревший. Существует ряд законопроектов на этот счет. Два альтернативных были вынесены сегодня на комитет. Законопроект, поддержанный правительством, который был написан нашими коллегами, был принят единогласно. Он предполагает постепенный, поэтапный запрет производства бета-паковки в крупной таре. Мы будем выносить соответствующие поправки ко второму чтению, где мы, наверное, учтя пожелания и просьбы пивных ассоциаций, пивного сообщества, несколько сдвинем сроки запрета производства пива в бета-паковке именно из-за того, что сегодня даже технически большинство стекольных предприятий России не готовы к такому количеству продукции, которым делать придется в стекольной таре. И на это нужен переходный период, не говоря уже о том, что переоборудование пивных предприятий тоже будет занимать определенное количество времени и очень серьезных инвестиций, если это делать очень быстро. Поэтому концептуально мы законопроект, естественно, поддержали. И также концептуально, я надеюсь, будут поддержаны поправки, которые устроит сегодня и государство, которое борется с дешевым алкоголем, который разливается в бета-паковке. Но также будут поддержаны и просьбы пивного сообщества, то есть какой-то консенсус будет найден. Что касается третьего законопроекта по отечественным виноделам, наиболее многострадальный законопроект, в общем-то, только в последнее время он разрешился благодаря вмешательству представителя правительства на последнем совещании, которое он проводил Абрау Дюрсо. Он поддержал наш законопроект. Он дает возможность развиваться, в первую очередь, тем виноделам, у которых и собственные виноградники, и они производят вино из винограда, вырученного в России. При всех сегодня недоработках данного законопроекта именно с правовой стороны, поскольку регулирование сегодня делится уже между Министерством сельского хозяйства и Росского регулирования, мы надеемся принять данный законопроект в ближайшее время и пройти его в трех чтениях до конца весенней сессии, для того, чтобы виноделы смогли уже полноценно заработать с осени, когда будет собираться урожай. И мы надеемся, что этим самым мы создадим реальную почву для того, чтобы наше виноделие, которое сегодня является в большинстве случаев хобби или меценатской деятельности, превратилось в доходный вид бизнеса, который будет конкурировать с западными виноделами и конкурировать достойно, как, в принципе, это и было раньше, когда виноделие в Советском Союзе еще находилось на значительной высоте. Этот законопроект был тоже поддержан, и я надеюсь, что мы в ближайшее время доработаем поправки и начнем уже к середине июля воплощать его уже в закон. Спасибо. Спасибо.